Госпожа Метелица Бедная девушка должна была каждый день сидеть на улице у колодца и прясть пряжу, да так много, что от работы у нее кровь выступала на пальцах. И вот случилось однажды, что все веретено залилось кровью. Тогда девушка нагнулась к колодцу, чтобы его обмыть, но веретено выскочило у нее из рук и упало в воду. Она заплакала, побежала к мачехе и рассказала ей про свое горе. Стала мачеха ее сильно бронить и была такой жестокой, что сказала, раз ты веретено уронила, то сумей его и назад достать. Вернулась девушка к колодцу и не знала, что ей теперь делать. И вот прыгнула она с перепугу в колодец, чтобы достать веретено, и стало ей дурно. Но когда она опять очнулась, то увидела, что находится на прекрасном лугу, и светит над ним солнце, и растут на нем тысячи разных цветов. Она пошла по лугу дальше и пришла к печи. И было в ней полным-полно хлеба. И хлеб кричал. Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю. Я давно уж испекся. Тогда она подошла и вытащила лопатой все хлебы один за другим. Пошла она дальше и пришла к дереву. И было на нем полным-полно яблок. И сказала ей дерево. Ах, отряхни меня, отряхни мои яблоки, давно уж поспели. Она начала трясти дерево и посыпались, словно дождь, яблоки на зиму. И она трясла яблоню до тех пор, пока не осталось на ней ни одного яблока. Сложила она яблоки в кучу и пошла дальше. Пришла она к избушке и увидела в окошке старуху. И были у той такие большие зубы, что стало ей страшно, и она хотела было убежать. Но старуха крикнула ей вслед. Милая детятка, ты чего боишься? Оздавайся у меня. Если ты будешь хорошо исполнять у меня в доме всякую работу, тебе будет хорошо. Только смотри, стели как следует мне постель. И старательно взбивай перину. Чтобы перья взлетали, и будет тогда во всем свете идти снег. Я госпожа метелица. Так как старуха обошлась с ней ласково, то на сердце у девушки стало легче. И она согласилась остаться и поступить к госпоже метелице в работнице. Она старалась во всем угождать старухи, и всякий раз так сильно взбивала ей перину, что перья взлетали кругом, словно снежинки. И потому девушке жилось у нее хорошо, и она никогда не слыхала от нее дурного слова. А вареного и жареного каждый день было у нее в достой. Так прожила она некоторое время у госпожи метелицы, да вдруг запечалилась, и поначалу сама не знала, чего ей не хватает. Но, наконец, она поняла, что тоскует по родному дому. И хотя ей было здесь в тысячу раз лучше, чем там, все же она стремилась домой. Наконец, она сказала старухе, я истосковалась по родимому дому, и хотя мне так хорошо здесь, под землей, но дольше оставаться я не могу. Мне хочется вернуться наверх, к своим. Госпожа метелица сказала, мне нравится, что тебя тянет домой, и так как ты мне хорошо и прилежно служила, то я сама провожу тебя туда. Она взяла ее за руку и привела к большим воротам. Открылись ворота, и когда девушка оказалась под ними, вдруг пошел сильный золотой дождь, и все золото осталось на ней, так, что вся она была сплошь покрыта золотом. Это тебе за то, что ты так прилежно работала, сказала госпожа метелица, и вернула ей так же и веретено, упавшее в колодец. Вот закрылись за ней ворота, и очутилась девушка опять наверху на земле, и совсем недалеко от дома своей мачехи. И только она вошла во двор, запел петух, он как раз сидел на колодце. Кукареку, кукареку, наша девица золотая тут как тут. И вошла она прямо в дом к мачехе, и от того, что была она вся золотом покрыта, ее приняли и мачеха, и сводная сестра Ласкова. Рассказала девушка все, что с ней приключилось, как услыхала мачеха о том, как достигла она такого большого богатства. Захотелось ей добыть такого же счастья и для своей уродливой, ленивой дочери. И она посадила ее у колодца прясть пряжу. А чтоб веретено было у ней тоже в крови, девушка уколола себе палец, сунув руку в густой терновник. А потом кинула веретено в колодец, а сама прыгнула вслед за ним. Попала она, как и ее сестра, на прекрасный луг и пошла той же тропинкой дальше. Подошла она к печи, а хлеб опять как закричит. Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю. Я давно уж испекся, но ленивица на это ответила. Да что мне за охота пачкаться? И пошла дальше. Подошла она вскоре к яблоне и заговорила яблоня. Ах, отряхни меня, отряхни мои яблоки, давно уж поспели. Но ответила она яблоне. Еще чего захотела, ведь яблоко может упасть мне на голову. И двинулась дальше. Когда она подошла к дому госпожи Метелицы, не было у ней никакого страха. Она ведь уже слыхала про ее большие зубы и тотчас нанялась к ней в работнице. В первый день она старалась, была в работе прилежная и слушалась госпожу Метелицу, когда та ей что-то поручала. Она все думала о золоте, которое та ей подарит. Но на второй день стала она полениваться, на третий и того больше, а потом и вовсе не захотела вставать рано утром. Она не слала госпожи Метелице постель как следует и не взбивала ей перину, так, чтобы перья взлетали вверх. Это, наконец, госпожи Метелице надоело, и она отказала ей в работе. Ленивица очень этому обрадовалась, думая, что теперь-то и посыплется на нее золотой дождь. Госпожа Метелица повела ее тоже к воротам, но когда она стояла под ними, то вместо золота опрокинулся на нее полный котел смолы. — Это тебе в награду за твою работу, — сказала госпожа Метелица и закрыла за ней ворота. Вернулась ленивица домой вся в смоле, и как увидел ее петух, сидевший на колодце, так и запел. — Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку, наша девушка-грязнуха тут как тут. А смола на ней так на всю жизнь и осталась, и не смыть ее было до самой смерти. Субтитры создавал DimaTorzok